Всем привет! Привет! Наверняка многие из вас задавались вопросом о почете игрового времени в Майнкрафте. Ну, скажем, сколько вы жарите курицу, сколько копаете. Разумеется, это можно сделать с помощью самых обычных часов. Ну, или, скажем, такого будильника Редстоуни. То есть, выборы за вами. По сути, это устройство является перевоплощением тех самых часов, которые мы создавали на самом рассвете своей, условно говоря, ютубовской карьеры. Они имеют вот такой довольно-таки симпатичный корпус, довольно симпатичный винтик сзади, ну и несколько элементов управления. Значит, что это такое вообще? У нас здесь явно есть батареечка Duracell, которая явно, ну, скажем так, пустует. А у нас здесь есть две кнопки. Покрутите ключик. Ну, давайте покрутим его. Напишут, что вы покрутили ключик. Эта кнопочка заряжает батарейку, то есть полностью создает имитацию элемента питания в нашем будильнике. И будильник стартует. Другая кнопочка позволяет устанавливать определенное время пробудки, но об этом чуть позже. То есть сейчас на главном дисплее у нас загорается сам обычный стрелочный циферблат и идет отсчет времени по игровому времени. То есть, как вы знаете, одна минута, один час в Майнкрафте, одна минута равна 7,5 секунды в реальном времени. Как-то так, в общем. Ну, вот, собственно, на этом и основана вся вот эта вот конструкция своеобразная. И таким образом полный цикл день-ночь у нас обращается вот ровно за вот такой вот круг. Также здесь есть система синхронизации времени, то есть поскольку явно Ростон сможет отставать или наоборот спешить, ну, Ростон есть Ростон. Поэтому мы создали специальную систему синхронизации, которая по датчику света в 12 часов синхронизирует время с игровым миром. То есть у нас вручную устанавливается стрелочка циферблата на 12 часов ровно. Таким образом эти часы никогда не отстают и никогда не смешат. И, соответственно, время абсолютно точное. Их можно легко вставить на свои сервера, лагов они практически не вызывают и вполне способны порадовать ваших игроков. Разумеется, батарейка постепенно тратится. И чтобы, как сказать, покормить часы, необходимо просто покрутить ключик. И таким образом эта механическая энергия преобразуется в электрическую, в кинетическую и так далее. И, короче говоря, батарейка заряжается. Но не все так просто. У нас также есть кнопка под названием «Установка будильника». Нажимаем ее, и у нас загорается дополнительный такой циферблатик небольшой, который просто нам сообщает, на какое время установлен будильник. Давайте поставим его на 3 часа. Разумеется, это было бы непростое устройство, если бы в нем не было чего такого особенного. Ну, скажем, сейчас у нас время установлено на 3 часа, и у нас лампочка явно показывает, что у нас разбудит в 3 часа. Ну, по крайней мере, мы на это будем надеяться. Вот. У нас здесь также есть кроватка довольно симпатичная. Ну и давайте сделаем для пущего эффекта, скажем так, ночь, чтобы было явно. Так, «Тайм Найт». Вот. У нас ночью загорает циферблат, и та, как сказать, циферка, на которой установлено время, то есть будильника, у нас она гаснет, наоборот, чтобы мы точно знали, на какое время установлен наш будильник. Вот. Вот. Этот все, этот девайс мы делали вместе с моим товарищем, лучшим товарищем Хулика. Вот. «Бай Ит Энд Хулик». И, в принципе, сейчас мы протестируем сам будильник. Давайте вляжем в кроватку. И сейчас нас разбудит. По идее разбудит. Ждем некоторое время, конечно же. Вот. Судя по всему, мы поспали, но, к сожалению... Ладно, черт с ним. Это не столь важно. Наша разбудила, кроватка сломалась, и начинает играть мелодия. Мелодия у нас из одного известного игрового сеттинга. Ну, понятно, что Джеймири с Джереми Соул, Дрэгенборн и Скорима. Собственно, главный саундтрек, главный меню. Так что это перерождение будильника... Бернее, господи. Будильника истинного норда, который был создан давно-давно-давно, и мы просто улучшили его в плане корпуса и в плане функционала. Давайте дослушаем прекрасную мелодию и пойдем дальше исследовать наши возможности. Мелодия полностью закоплена по землю, и таким образом вы сможете спокойно все это дело копать и не дотикаться на нее же. То есть полностью спрятанный механизм, и основная система расчет находится, естественно, в корпусе, а внизу только лишь мелодия. И таким образом будильник можно вставлять отдельно и без учета мелодии, и радовать ваших товарищей на серверах. Карта будет сейчас доступна для скачивания, естественно, вместе с мелодией. Она постепенно сейчас идет вот таким вот образом туда, вот в ту сторону. И постепенно звук затухает. Разумеется, когда батарейка садится, у нас пишут в чате, что просыпается солнышко и так далее. А, нет, это не то, это не то, это не то. Батарейка сейчас сядет. Ждем. Написано, пружина ослаблена. Рекомендуется покрутить ключик. И, разумеется, как только батарейка ослабляется, у нас, как сказать, часы встают и тем самым отчет времени прекращается. Разумеется, необходимо будет потручивать ключик, иначе та же синхронизация вам с реальным временем не поможет. Они просто встанут и все. Разумеется, у нас есть несколько режимов пробудки, то есть 12, 3, 6 и 9 часов. Ну, 12, это мы условно задали по 0. То есть 0, 6, 9. 0, 3, 6, 9. Вот так вот. То есть нажимать на эту кнопочку, смена будильника во времени. 6. 9. А, и еще раз нажать ее, если у нас время погаснет, и тем самым у нас будильник полностью сбросится. И загорится полностью циферблат ночью. То есть днем, естественно, он не загорается, чтобы нас, как бы, лампочки эти не смущали никак. Если мы сделаем сейчас Time Night, у нас все лампочки загорятся, и, естественно, будильник у нас никакого времени не будет поставлен. Как-то так. Надеюсь, вам это устройство понравилось, потому что, честно говоря, мы очень были довольны. В принципе, какая основная была причина для его постройки? Помните тот самый гребаный iPhone, 8 серия и так далее, то есть постройка iPhone? У нас возникла такая проблема, одна очень серьезная проблема, из-за которой дальнейшая постройка просто невозможна. Мы сейчас ищем путь ее решения. А если до 3-го числа мы ее, собственно, не найдем, то, к сожалению, придется ждать до сентября. Там уже летом я что-нибудь, скорее всего, придумаю. Вот. Но постараемся, конечно, поискать до 3-го числа и все-таки доснять этот глобан iPhone в плане туториала. Вот. А тем самым временем, пока у нас, как бы, народ весь спал, мы с нашим товарищем решили сделать такой симпатичный будильник, вернее, его перерождение. Заняло эта постройка у нас примерно 4 часа, самое большее 4 часа, это все вместе, естественно. Ссылочка на скачивание сейчас будет прямо здесь, вот на эту карту, на эту прекрасную карту. И давайте сразу поставим кровать, чтобы не было никаких вопросов. Так. А, вот у нас, собственно, валяется. Текс. Это самый обычный мир Майнкрафта, самая обычная карта, ничем отличающаяся. Ну, давайте его сбросим как-нибудь. Как он сбрасывается, я думаю, понятно, то есть автоматическая полностью система. Разумеется, если вы не хотите, чтобы у вас батарейка тратилась, если вам неохота там ждать, там, или что-то еще, то просто берете и на место ключика, я сейчас покажу, ставите рычаг. Так, так, закрываем крышку. Вот, это мы сейчас вручную сбросили, чтобы не париться особо. И просто вот здесь вот в этом месте ставите где-нибудь там снизу или за место кнопки вот такой вот рычажок. И таким образом у нас будет батарейка постоянно заряжена. И, соответственно, будильник будет постоянно работать вне зависимости от, так сказать, системы. Ну, и он сразу начинает сбрасываться на 12 и прокручивать свою стрелочку. Как-то так. Так, в общем, надеюсь, вам это, опять-таки, устройство понравилось. Вот, увидимся, скорее всего, в ближайшие дни. Ну, или, как бы, если нам не повезет, то в сентябре. Вот, так что 3-го числа я уезжаю на летние, как сказать, не то, что каникулы, скорее, на отпуск. Да, уже школьные годы прошли. Так, ну, в общем-то, все. Всем спасибо за просмотр. Карта доступна. Заходите на наши сервера Minecraft DayZ, который DayZ, скорее всего, сейчас будет уже сервер закрываться, потому что скоро выходит DayZ Standalone, и мы будем переходить на уже и нее, то есть на новую версию, на стационарную. Вот. Ну, и сейчас я буду сбрасывать этот будильник и выкладываю вам карту. Все, всем спасибо. До свидания.